Ну шучу я хожу, веселю народ. Французская лужа. Я очень рад. Все остальные чипсы для меня стали невкусными. Я не люблю чипсы. Вот только эти. Это важно. Ребят, всем привет. Итак, сливочное масло очень вкусное, очень хорошее. Вот это вот самое приятное, самое дешевое. 2,09, 250 грамм, 82% жирности. А оно самое приятное, потому что самое дешевое? Нет, оно реально самое вкусное. И оно не той марки, которая местная. Вот, например, местная марка 2,10. Президент, я думаю, знакомая марка 2,90. Ой, 2,19. Сметана супер жирная. Самой простой марки. 1,69 за 500 грамм. Есть сверх жирная сметана. 35% жирности. Я ее покупала на торты, и она почему-то лично для меня пахнет грибами. Да, кстати. Очень вкусная, самая нежная и мягкая. 12,5 за килограмм. И это при том оффер специаль. То есть это как бы типа сниженная цена, скажем так. Если вы хотите, чтобы вам что-нибудь отрезали, идите к мяснику вон там. Но там почему-то либо такие же, абсолютно такие же цены, потому что мясо такое же, да? Бесплатно все отрежут. Либо дороже. Марина нашла дешевый фарш. Фарш говяжий. Ну чего тут? 20% жирности. 500 грамм. 5,64. Это вот 6,5. Здесь субпродукты, как мы видели в прошлых видео. Язык. 6,5 за килограмм свиной. Мозги. Язык по акции. Вот тут. И породы говядины. Вагю. Ангус. Мы решили шикануть и на нашу годовщину съесть постейку вагю породы. Вот она, мраморная говядина. Ам. 115. Мы решили разве? Я не знаю, решили мы или нет. Ладно. Один раз в год такое бывает, да? Мы не каждый год едим вагю. Давай начнем все. Да, мы не каждый год едим вагю. Ни разу не ели вагю, поэтому, в общем-то. Вот такой вот кусок говядины есть. 9,95 за килограмм. Ну, остальные все вот. 16, 17. Вот, собственно, акция. 7,30. Замаринованные уже продаются. Ну, они, конечно, чуть дороже уже. Три филехи. 15,57 за килограмм. 9,42 за пачку. Есть вот окорочок. 4,5 за килограмм. 9,99 за килограмм. 10,38 за курочку целую. 1,7 килограмм. То есть, 6 евро за килограмм. 8,5 за килограмм. 6, 5. Это вот очень удобно брать с собой. 3,95. Готовая типа. Тем, кто хочет кушать. Или тем, кто кушает, принятый аппетит. А тем, кто хочет кушать, тому, конечно, соболезную. Все масло, которое есть. Это подсолнечное масло. Вот 3,90. 3,90. 3,90? 2,73. Но это не подсолнечное. Это масло. Забыл, как это называется. Вот этого вот. Подсолнечного масла, как вы видите, выбор небольшой. И оно стало очень дорогое. В 3-4 раза подорожало. В общем, мы пришли в отдел, где у нас тут майонезы и горчица. Пока все, что есть, это вот эта горчица. Евро 38 за вот эту маленькую баночку. Баночка сколько? 175 грамм. 7,89. 7,9 за килограмм. Соусы. А с циклой нет. Майонезы. Все. Горчица кончилась. Смотрите, с какой скоростью побежал. Это за чипсиками. Чипсики, чипсики. Скорей, скорее, скорее, скорее. Засекли. Я не могу есть ни один чипсик, кроме этих. Так. Расскажи о них. Они обеспечивают приток крови к жизненно важным органам. Они очень острые. Но я привык, у меня они очень вкусные просто. Именно эти. Раньше их не продавали. Теперь начали продавать. Я очень рад. Все остальные чипсы для меня стали невкусными. Я не люблю чипсы. Вот только эти. Вот правда. Раз в неделю покупаю. А если я куплю сейчас лейс, ты их не будешь есть? Нет, им придется. Ну да. Вот, кстати, Принглс сколько стоят. Посмотрим, да? Например, да? Где Принглс? Вот. 2,02, 1... А, нет. Принглс. 1,67. Но они не острые. Вот я говорю, где... Вот оригинальные 1,68, их разобрали. Багет. 205 грамм 0,9. 0,29 за длинный свежий багет. Макарон стоит 1 евро 1 штука. Вот этот вот. Крепы, они же блины. Сразу с начинкой. И, и, и... Стоят они 3, 3,30, 3,60. Вот 4 штучки с начинкой. Вот макарон, который берет Марина. 3,70. Очень вкусная. Смотри, какая прелесть. Мини эклеры. Мини эклеры 4,90. Вот это, смотри. За такую вот лапочку. Традиционный местный десерт. Гато нантес. То есть там есть миндаль, ром и сахарная такая вот глазурь. Очень сладко. Очень. Супер мега сладко, да. 3,65 за 200 грамм. Вот наша продуктовая корзина, очень базовая. Там овощи, макароны. Овощи, мясо, яйца, макароны. Молоко. Не считая вагю и чипсов, которые по большим праздникам, и вина, то вот все, что обычно ешь. В общем, я думаю, мы, ребят, возьмем с собой, когда мясо будем есть. Да, показать, что вообще это за зверь такой. Вот, для вас это произойдет после щелчка, а для нас это будет... Скорь. Опа, французская лужа. Начинать приготовление. Вкуснючее. Это Женя нарезает салатик. А тут у нас разогревается сковородка. Сейчас Марина топит жирок. От говядины, который она отрезала. Ну все, хорош. А вот, собственно, ваги. Она уже посыпана солью, перцем из мельницы. Притом это меланж разных перцев. Красного, белого, даже сычуанский есть. Черный. Вот он. Супер дорогие куски. И вот полторы минуты сказано. Вытопился жир, то есть масла вообще не было. Это прошло полторы минуты. Сейчас Марина будет переворачивать. Ай. Запор, блин. Вот мы приступаем уже к нашему... К нашей трапезе. Давай, Женя, снимай первую пробу. И говори, как оно. Да, давай, разрез покажи. Блин, как это красиво. Да, мягкая. Как это красиво. Говядину один раз купили, другую. И пахнет. Хватит резать, пробуй уже. Нет, вот эта вот часть красивая получилась. Как надо прям. Давайте попробуем. Давай. Ну прям ширненький. Давай, давай. Можно это есть вообще? Это можно есть? Это вкусно? Да. Очень? А что ты закусила? Ну, запить еще давай. Вердикт. Скажи вот, чтобы понятно было, как это. Очень нежное мясо. Как будто говядина, которую очень долго варили. Ну, не так долго, чтобы на волокна распадалось. Я не знаю, она одновременно нежная и одновременно ее жуется хорошо. Ну, идеально жуется. Идеально консистенция. Оно идеальной консистенции, вот что я хочу сказать. Стоит переплачивать. Переплачивать не стоит. Это точно. Ну-ка. Вкус какой-то насыщенный. Я не знаю, как это объяснить. Ну, как у обычной говядины, которую мы покупали, не такой вкус. Это какой-то насыщенный прям. Не могу объяснить, просто насыщенный мясной вкус. Сочность какая-то. Я пока еще, ребят, не пробовала. Я только чувствую ароматы. Пахнет пока как свинячий стейк, который я обычно ем. Да, вкусно. Ну-ка. Бургундия, Пину-Нуар. Это неинтересно, Жень. У нас специальный праздник. Да. Может, дзынь за нас? Да. Вот. Мы впервые отмечаем... Не, отмечаем не впервые. Впервые отмечаем не одни. Целой кучей моих подписчиков. Ладно. На этом, я думаю, мы будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, комментарии, лайки и все такое прочее. Всем пока. Это важно. Это важно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok